Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные острым, либо обострением хронического цистита, представляют собой достаточно сложную социальную и экономическую проблему. Большое значение в развитии и поддержании симптомов остроцистита имеют нарушение уродинамики, изменение тонуса, детрузера, уретры, сфинкеров, мышц каждого в окна, все это приводит и создает благоприятные условия для инфицирования нижних мочевых путей. Особая роль здесь играют некоторые анатомические особенности женской уретры, она более короткая, она более широкая, и чем создает более благоприятные условия для проникновения микробов, в связи с этим женщины страдают несколько чаще, чем мужчины этим добавляют. Различают первичный, вторичный цистит, острый, хронический, инфекционный, неинфекционный. Вторичный цистит, как правило, развивается на фоне какого-то уже имеющегося урологического заболевания, как правило, это инфраэзитикальная обструкция, различные в теологии, а также какого-то хронического воспалительного процесса в малом тазу. Говоря о факторах, которые способствуют развитию инфекции нижних мочевых путей, следует сказать, что особую роль здесь играет травма слизистой оболочки мочевого пузыря. В норме слизистая оболочка нижних мочевых путей способна сама без антисептиков, без антибиотиков справляться с уропатогенами в мочевом пузыре. Мочевом пузыре в моче всегда есть уропатогены, это нестерильный раствор. И здесь слизистая оболочка играет роль, с одной стороны, барьерную роль, она препятствует адгезии уропатогенов, ну и кроме того, выделяет такую специальную мокополисахаридную субстанцию, которая, обладая с одной стороны бактерицидными свойствами, с другой стороны, обволакивает уропатогены и способствует их механической элиминации из мочевого пузыря с мочей спусканием. Инфекцией мочевых путей, нижних мочевых путей чаще страдают женщины, чаще страдают женщины в постменопаузе, в перименопаузе. Связано это с эстрогенным дефицитом, которое приводит к атрофическим инвуляционным изменениям слизистой мочевого пузыря и тем самым создавая благоприятные условия для инфицирования мочевого пузыря. Также большую роль играют факторы, которые увеличивают загрязнение в области уретры, это недержание калы, недержание мочи, несоблюдение личной гигиены, иммунодефицитное состояние вследствие приема цитостатиков, глюкокардикоидов, нарушение иммуникета при сахарном диабете, ну и также нарушение уродинамики нижних мочевых путей, любой идеологии, нейрогенной или гигиопатической. Ну, что касается эпидемиологии, то достаточно сказать, что цистит — это самое часто распространенное заболевание мочевой системы. Интересный факт, что около 50% женщин хотя бы один раз в своей жизни испытывают эпизод переносит острые инфекции мочевых путей. Каждая третья женщина старше 24 лет принимает антибиотики по поводу инфекции мочевых путей. Среди женщин старше 25 лет на протяжении двух лет... Каждая третья женщина старше 25 лет, хотя бы один раз на протяжении двух лет, испытывает эпизоды кизурии, какого-то очищенного мочи, испускания, потекания мочи. По данным европейских авторов, после перенесенной первичной инфекции нижних мочевых путей до 80% женщин в течение года могут перенести рецидив инфекции нижних мочевых путей. Ну, и следует особо отметить роль приема антибиотиков, часто бесконтрольного приема антибиотиков, которые значительно увеличивают вероятность в последующем возникновении инфекции мочевых путей. Разбитие подавляющего большинства случаев острого цистита связано с восходящим инфицированием мочевого пузыря из уретры либо парауретральной зоны. Причинами несложненного, негаспитального инфицирования мочевого пузыря наиболее частным является кишечная палочка, она составляет 80-90% случаев, 10-15% отводится на стафилококус сапрофитикус и лишь 1-3% по данным многочисленных исследований отводится на остальные ауропатогены, такие как лепсиела, протей, антеропатка. Микробная флора у лиц с осложненными госпитальными инфекциями мочевых путей несколько меняется, характеризуется на более низким удельным весом кишечной палочки. У этих пациентов роль кишечной палочки снижается до 50-55%, но, соответственно, увеличивается присутствие другой микрофлоры, и здесь особую роль занимают уже грибы родокандидор. Клиническое проявление симптомов нижних мочевых путей, связанных с инфекциями мочевых путей, это наиболее часто палактеурия, часто позовет мочеиспускание, частое ночное мочеиспускание, жжение, боль при мочеиспускании в области уретры, боль над лоном, боль в области промежности, часто бывает макрогематурия, макрогематурия, как правило, терминальная, что связано с инфицированием шейки мочевого пудря, участием в процессе именно шейки мочевого пудря. Патогенетическая терапия инфекции мочевых путей складывается из антибактериальной терапии, спазмолитиков, противовоспалительной терапии. Что касается антибактериальных препаратов, то здесь следует использовать препараты согласно антибиотикограмме, потому что антибиотики в данной категории больных имеют целый ряд побочных эффектов, это связано и с подавлением иммунной системы, с увеличением резистентности, и следует особо отметить, что прием антибактериальных препаратов, которые в последующем могут вызывать дисбактериоз кишечника, нарушение экологии влагалища, значительно увеличивают в последующем риск возникновения мочевой инфекции. На этом слайде вашему вниманию представлены данные о развитии резистентности кишечной палочки, основных групп антибиотиков, которые используются для лечения мочевой инфекции, это фторхиналоны, ампицелин и комбинация моксицелина с клавалоновой кислотой. Можем здесь проследить стремительное развитие резистентности, что заставляет разработки новых каких-то комбинаций препаратов для лечения мочевой инфекции. Ну и в этом контексте фитотерапия имеет ряд существенных преимуществ, связанное это с тем, что препараты, фитопрепараты лучше переносятся больными, не оказывают нежелательных побочных эффектов, их можно применять длительный период времени, ну и можно хорошо сочетать друг друга, добиваясь более широкого спектра действия. Следует сказать, что в урологии фитопрепараты применяются очень широко для лечения мочекаменной болезни, для лечения солевого диатеза, инфекционных заболеваний, хронических инфекционных заболеваний, половых органов, доброкачественной гиперплазии, стадин и железнодорогие для лечения мочевой инфекции в качестве поддерживающей терапии, в качестве противорецидивной терапии, хронической мочевой инфекции, в качестве сопровождения антибиотиков, в этом случае они потенцируют противомикробный эффект и расширяют он бактериальный спектр. Ну и в составе комплексной терапии при других урологических заболеваниях, которые сопровождаются мочевой инфекцией, таких как мочекаменная болезнь, гиперактивный мочевой инфекцией, недержание мочи, херклазии, предстательной железы. Ну, я хотел особо отметить препараты, которые производятся на основе листьев толкнянки. Препараты эти обладают легким очагонным, ураницептическим, противомикробным действием. Действие это связано с физиологическими компонентами, препаратами арбутином и гидрохиноном. Препараты уже имеют достаточно широкое применение в Европе и рекомендованы европейскими ассоциациями, как хитотерапевтов, так и ассоциацией урологов. Антибактериальный эффект выдержек из экстракта листьев толкнянки представлено вашему вниманию. Это европейское исследование. Здесь вы можете видеть, что он сопоставим с эффектом неумицин. Также очень важно, что эти препараты обладают антиргезийным эффектом для кишечной палочки прежде всего. Тем самым повышается агрегация бактерий между собой и снижается их агрегация к слизистой палочке мочевого пузыря. Я уже сказал, что препараты на основе экстракта толкнянки есть в рекомендациях Европейской комиссии, Европейской ассоциации по хитотерапии и Всемирной организации здравоохранения как рекомендации для лечения острого мочевой инфекции либо обострения хронического воспалительного заболевания мочевого пузыря. Здесь я хотел особо отметить недавно появившийся у нас препарат европейский цистенолокут, который содержит сухое вещество экстракта листьев толкнянки. Препарат достаточно богатый, есть клинический опыт его применения в Германии. У нас он появился где-то около года назад. Препарат достаточно легко проникает стоком крови в почки, затем мочевые пути и достаточно быстро развивается рискованный противовоспалительный, спазмолитический, антибактериальный эффект. Ну и наш опыт применения этого препарата позволяет его рекомендовать для лечения острого цистита, где-то обострения хронических воспалительных заболеваний. Спасибо за внимание.